Добрый день, я хочу вам представить сегодня укладку Laminato компании Plassen, это производитель Германии. Будем укладывать прямую укладку и требования идут к укладке. Ну, это понятное дело, что зазор должен быть от стены 8-10 мм, когда кривая стена, то там зазор немножко нарушается, то есть он может быть и 5 мм, но суть не важна, самое главное, чтобы был отступ, так как Laminato он расширяется, и должно быть пространство, куда ему расширяться. При негидарности он может расширяться и, когда слуха, он сужается, становится на место. Ну, я думаю, уже положили сейчас полом. Вот эти вот колышки, это и есть отступ, примерно 8 мм идет от стены. Я хочу вам показать один момент, когда нужно вот такие вот трубы обойти вокруг. То есть я уже вырезал такие две планки, которые в целом дадут нам вот такой вот кружочек. Я сейчас это все покажу, как оно вставляется. Заводим планки к козу. Сначала эту длинную заведем. И теперь маленькую. Если у вас не получается, ну, сам производитель рекомендует делать вот тут вокруг самой трубы тоже 10-12 мм, то потом это можно заложить, замазать либо шпаклевкой, либо же каучуковым герметиком. Вот получился у нас такой вот красивый, симпатичный отход вокруг трубы. Ну, а теперь мы дальше пойдем, я покажу, как укладывать штамм ламинат. Замки, конечно, специфические. Немножко тяжело укладывать, особенно для тех, кто сам будет укладывать и в первый раз это. Поэтому я покажу особенности. Сначала мы вставляем торцевую часть планки. Замки под углом мы заводим продольный замок. То есть в широкий паз шипом мы заводим диапон. Вот получился у нас уже соединенный элемент. Точно так же мы продолжаем до конца ряда. В конце ряда мы отмеряем столько, сколько нам надо доложить ряд. Я отрезаю и закладываю. Я даю до конца, а потом перемещу, чтобы вам было удобно все на заднем виде. Человек не должен быть между планками, поэтому нам до сих пор хорошо плотно соединять. Последнюю планку мы замедляем, делаем замес, отмечаем и отрезаем. Сначала торец, а теперь продольную часть. Заводить продольную часть надо под углом. Оставшаяся часть переносится в начало ряда и продолжается новый ряд. Укладка самой подложки тоже делается в шахматном порядке. Для того, чтобы она не двигалась. В принципе она и не будет двигаться. Смотрите, у нас идет здесь цельная часть, поэтому мы разрезаем эту подложку пополам и укладываем полосу подложку целый ряд. Все комнату застилать не будем, для того, чтобы нам можно было загрязнуть и не топтать саму подложку. У подложки есть ребра жесткости. Они, если видно, то есть такая шаховатая поверхность, как у ветеральной доски. Этими ребрами жесткости мы кладем вниз. Таким образом у нас подложка не скамкивается и служит очень долгие годы. Теперь мы будем укладывать второй ряд. Вот эта доска, которая осталась от предыдущего ряда, мы ее вставим в начало ряда. И получается у нас шаг между планками примерно 40-45 см. То есть это нормально. Допустимая норма 25 см. То есть вот идет шов и теперь следующий шов здесь. То есть как бы даже не как бы, а это хороший шаг. То есть ламинат укладывается в шахматном порядке, производим хаотичным. То есть не обязательно, чтобы вот этот шов, который здесь, он шел вот именно как бы через один ряд. Такое делается, когда идет фаска на торцах, тогда это красиво и эстетично. Здесь этого не видно, потому что сама доска имитирует дуб, там это как бы дуб под паркет. Такие вот идут рисунки под плашки паркета. Поэтому мы сейчас укладываем следующий ряд. Добро плашки паркета. Добро плашки паркета. И в этом случае, если она у вас расстатывает. Уложите первый раз, это неудобно. Либо же нет навыков в укладке. Поэтому ее соединяем, чтобы она не двигалась после того, как, даже если я ее, например, не соединяю, но на полном она вообще не двигается. Поэтому соединять ее не обязательно.